Недобросовестное отношение подрядчика к выполнению госзаказа уже давно не исключение из правил. Плохо построили, не уложились в сроки, получили деньги и не достроили вовсе. Такие новости никого не удивляют. Буквально недавно Родниковская прокуратура огласила результаты очередной проверки. Многоквартирный дом для переселения граждан из аварийного жилья должны были построить согласно контракту до 1 декабря прошлого года. Тревогу забил фонд содействия реформированию ЖКХ, чьи средства и задействованы в строительстве. Вопреки требованиям федерального закона о фонде содействия реформирования жилищного коммунального хозяйства, в настоящее время реализация машинозной программы в городе еще не завершена. Так, на момент проверки прокурорской, при строительстве многоквартирного дома под переселение граждан из аварийного фонда по адресу Ивановской области, город Родники, район Южный, дом 26, работы выполнены на 60% до необходимой готовности. Отставание от графика по программе состояло примерно два месяца. В отставании подрядчика от графика виновата Родниковская администрация, которая не только не проконтролировала строительство должным образом, но и заключила сомнительный контракт. Прокурорская проверка показала, что строительная фирма изначально не обладала необходимым кадровым и техническим потенциалом. А вот сами строители говорят, правда не на камеру, что работы задерживает мэрия, которая не платит в сроки. Но если этот дом, вопреки всем свалившимся на него бедам, вот-вот достроят, по остальным стройкам такой уверенности нет. С наступлением кризиса по региону поползли слухи, что многие стройки заморозят. Подобное уже произошло с Дворцом игровых видов спорта в Иванове. В 2015 году денег на него нет. С детскими садами подобного не произойдет, заверили нас в Департаменте образования. Дополнительно в 2015 году запланировано создать 1200 мест. На эти цели областным бюджетом предусмотрено 98 миллионов рублей. 78 миллионов рублей – федеральная субсидия. Средства федеральной субсидии мы планируем направить на строительство объектов, которые начали строиться в 2014 году в рамках проекта модернизации. Это детский сад в городе Иваново, детский сад в городе Кинишма. Средства областные на те объекты, которые по разным причинам у нас, к сожалению, долго пока не вводятся в строй. Есть некие проблемы, но мы их решаем. К таким проблемным объектам можно отнести детский сад в Шуе на 220 мест. Прошлой весной сменился подрядчик. Предыдущий в сроки не укладывался. За работу по новой взялась подрядная организация «Гелиосстрой». Средства федерального бюджета в этом проекте – 110 миллионов рублей. В мае на объекте побывал вице-губернатор Александр Фомин и пообещал завершить строительство к концу 2014 года. Так детский сад в Шуе на 220 мест выглядел в конце января 2015-го. «Гелиосстрой» со сроками тоже не справился. Однако департамент образования по-прежнему пеняет на первого подрядчика. Возникли проблемы с подрядчиком. Не все обязательства подрядчик выполнил в установленные сроки. Срок введения этого объекта был в декабре 2014 года. С новым подрядчиком заключаются необходимые договорные отношения. И уже иной подрядчик будет выполнять работы по введению в строй этого объекта. И мы надеемся, что к 1 сентября, к новому учебному году, этот объект будет введен. Торопится со стройкой и шуйская администрация, которая осуществляет надзор за возведением объекта. Торопится так сильно, что оплачивает воздух. По имеющейся у нас достоверной информации, приняты и оплачены еще не выполненные работы более чем на 27 миллионов рублей. Акты и платежные поручения подписаны начальником шуйского управления городского хозяйства в период с 6 июня 2014 года по 29 декабря 2014 года. Возможно, поэтому генеральный директор фирмы подрядчиков встретил нашу съемочную группу так нерадушно. Я с тобой разговариваю и я у тебя спрашиваю, представьтесь, кто вы есть? Я сказал, когда я проходил мимо вас. Вы проходили мимо меня и меня снимаете? Вы мимо меня проходите, меня снимаете? Нет. А что, как нет? Я проходил мимо вас, вы сказали, представьте. Слушай, уважаемый, ты камеру направил на меня. Я не хочу с вами говорить, вы мне тыкайте, понимаете? Уважаемый, я тебе еще раз повторяю, ты сейчас вот здесь ляжешь и мне без разницы, кто ты есть. На конец декабря было оплачено и не выполнено следующее. Внутренняя отделка стен, оштукатуривание, внутреннее электроосвещение, водоснабжение, теплоснабжение, вентиляция. Все это и многое другое было сделано лишь на бумаге. А это значит, что если подрядчик захочет разорвать контракт, предъявить ему будет нечего. Ведь по документам работы на 27 миллионов рублей добросовестно и своевременно выполнены. Елена Белова, Андрей Семиволков, Денис Денисов, РТВ Иваново.